ДОТА 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 Ну и все, последний пик от Вега-Сквадрон. Кто здесь еще необходим? У флейнера, я так понимаю, будет туск, поэтому еще одного саппорта надо добрать. Ну и какого-нибудь саппорта, который заткнул бы всех в вопросах скилл... В вопросах с пылов. Вижу, что Дизраптор уже отлетел, Сайленсера брать, наверное, не вариант. Хотя, в принципе, Сайленсер всегда вариант. Единственное, зайдет он по комбинации данной или не зайдет. Может, в принципе, и не он. Дарк Сир. Вот такие вот дела. Что будет с туском теперь, даже непонятно. Туск, в принципе, может на лайн пойти вместе с Фантом Лансером и Виверной, и там уже будут разбираться. А Сира, скорее всего, отправят в сложную, и будет на нем маг катать. Это будет более-менее логично. Но MVP Феникс, последний пик. Керри не вижу, который в лейте у нас уйдет. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Фантом Ассасин. Фантом Ассасин. Фантом Ассасин. Иллюзии может быстренько выключить. Если Крит, конечно, пройдет, а не пройдет, то и Фантом Ассасин нормально выключается по данной ситуации, по данному пику. Ну и все. Матч начался. Это первый матч. Бест оф 3 противостояние. Команда Вега Сквадрон борется против коллектива MVP Феникс. Сражается она, по сути, за выход на последний слот. Сражается интернешнала под номером 5. Это самый важный матч, я думаю, что в карьере. Вообще за всю историю существования коллектива Вега Сквадрон. Тут надо пыхтеть, работать, стараться. И все хотят туда попасть. И Мак, и Соло, да и каждый из состава команды Вега Сквадрон. Да, я думаю, и болельщики наши все. И хотели бы больше видеть там все-таки не MVP Феникс, а команду Вега Сквадрон. Соло у нас на Винтер Виверна отыгрывает. Сема Зе Слеер забирает себе Туско. Ноуан будет играть на Квапе на Мидлейне. Паша играет на Фантом Лансере. И вниз отправляется Мак на Дарк Сири. У него задача очень простая. У него задача не умирать и выформить левел. Все, больше от него ничего не надо. Для этого, кстати, у него все есть. Это все называется Айншелл. Второй скилл просто дал Айншелл и забыл обо всем. Ну и Феби пробежал. Феби, кстати, должны были увидеть. Пингуют по нему. Куда? Как? Что? Где? Неужели спалился он на Тавре? Вроде бы нет. Вроде бы нет. Феби, если увидят, могут и забрать. Так, на марше пошел здесь через Артик Берн Винтер Виверна стреливать. Уже у нас замес будет очень плотненький на топе. Там на халябу внизу забрал руну. Кто? Это забрал ее Кьюо. Ну и дальше на стрелинг. Просветили всех и, в принципе, без фрага все закончилось. Ну и Кьюо на Фантом Ассаси, на Мидлейне. Классическая схема коллектива MVP Феникс. Стоять против Квапы. И здесь еще и Феби будет просто издеваться над Квапой постоянно. Ну и Квапе тут Крофизнесу надо себе приобрести Magic Stick, потому что, естественно, никто просто так Ноуану не даст стоять. Это будет постоянный спам Даггерами. Для этого Квапа и идет на Мидлейне. Своих крипов, точнее своих и чужих крипов можно бить руками. А вот Даггер почему бы не потратить на Квапу? Квапа сюда не подходить должна, в принципе. Ноуана непростая задача. Кто сейчас преимущество получит, тот, в принципе, и вздоминирует у нас в дальнейшем на Мидлейне. Ну и Квапа уже у нас в панике. Уже приходится постоянно огребать то от Феби. От Феби все. Феби увидели. И Феби можно теперь наказывать, кстати, за слишком наглое поведение. Феби пока просто у нас сейчас крадет экспириенс у своего тиммейта на Мидлейне. Сема Зеслеер приходит уже на Мид. Вард разбили. Поэтому поймать Баунти Хантер не получится. А там Шторм Спирит, кстати, приседает по ХП. Шторм Спирит ушел у нас в соло на сложную. Фенни на нем отыгрывает. Паша на Фантом Лансере. И Винтерн Виверн внизу. Не очень хорошо Вега с Квадром сразу разобрались в том, чтобы прочитать МВП Феникс. И только потом поняли, куда кто отправится. Против Даблы в данном случае решили поставить Дарк Сира и свапнулись линиями. Ну, немножко потеряли, но с другой стороны нет этого слива и нормально зарабатывает у нас ПЛ. 5 на 1 Крипстат. В общем-то, все ровненько проигрывает только Мидлейнерам и Андайенгу, который просто как чокнутый фармил. Ну и Оффлейнеру, конечно же, тоже. Короче говоря, Керри он перефармил. Ну и марш. Дальше за соло. Винтерн Виверн, по-моему, здесь отвалится. И очень похоже это на ФБ Колденбрейс. На Винтерн Виверн. Куча мумий вокруг. Все. Виверну забрали. Это минус 1 от команды МВП Феникс. Ферст Блат для них. Ну и лоу КПшная Фантомка. Ушла отсюда. Ноуан не додавил. Там под тавер лезть рановато было. Ну и команда ВВП Феникс уже повела. Вы увидели. Просветка сразу же на него. Его должны здесь забирать. Подарочек для команды Вега Складрон. И за маршем тоже может быть погоня. Два дикей уже. Андайенг. 800 хп фуловых. Ну и всего-то 450. Ну было бы чем цеплять. Стана в принципе нет. А здесь Айшард уже потрачен. СР 12 на 0. Мага тут подрезали немножко хвост. Надо валить отсюда по-быстрому. Отхилки если что у Дарксира есть. Ситуация не самая неприятная. Ну в любом случае где-то там подмучивает его. И опять No One огребает от Сэби. Опять. Только приходит сразу отхватывает. Пришел, отхватил, пришел, отхватил и все. Постоянные траблы у квапы. Ну и Фэби такой надоедливый. Просто жесть какая-то. Паша тут по классике. На Фантом Лансере постоянно у него манго. Перекусить если что. Ну и по фарму на первом месте. 24 на 9 Крипстат. 20 на 9 у Шторм Спирита. Поинтереснее ситуации. Вот он Фэби. Он надоедал героям. Теперь будет надоедать Курьеру. И дождется же, а? Хитрый какой. Здесь два батла лежат. Здесь Мэджик Стик. Здесь Свиток Портала. Фэби. Резанул раз. Резанул два. Минус Курьер, в котором 1600 общей стоимости было. Кио прыгнул сюда тоже с Курьером. Поработать. Ноуан. Нара, на Кио. Кио должны забирать. Отомстили за Курьера. Мидера команды МВП забрали. Ноуан должен отсюда в принципе уходить. Батлы нет. Отхилиться нечем. Да, конечно, Мидера при этом разобрали. Но ситуация дискомфортная абсолютно для Квапы будет сейчас на мидлейне. По золотам. МВП впереди на 500. По экспириенсу 250 тоже в пользу команды МВП Феникс. У Кио 18 на 7. Не так уж и много. У Квапы 22 на 10. У Ноуана ситуация поприятнее. Да при том, что он еще и гуляет. Без Курьера на собственный фонтан. И отхилиться. И докупить что-то себе. Без Куры, конечно, сложно. Тем более без Батлы. Батла так и почила в Курьере еще на ближайшие 2 минуты. И Паша отдувается за всех по фарму. 33 на 15 у него. Как там Шторм Спирит? Феникс. Феникс уже есть 29 на 9 крипов. Ну, по Нэтворсу, в принципе, должен в топе быть. Так и есть. На втором месте он уступает только Паше. Ну и дальше уже идет Ноуан, а дальше идет Киок. И вот встает на копейки абсолютно от Квапы. Деньги в руках Квапы. Это не деньги в руках Фантом Ассасин. Я думаю, это понятно. Тут Ноуану надо поднапрячься и посерьезнее немножко свое преимущество с пылов как-то реализовывать. Ну и напомню еще раз. Это Бест оф 3 за выход в финальную часть. Топ 16 мира, по-моему, Снаин. Ну и Марш здесь отвалился. Я так понимаю, нет. Еще нет, но теперь уже все-таки да. Прилетает сюда к Феню. Фене 240 маны. Далеко отсюда не улететь. Ну и Паша понимает, что здесь ничем хорошим уже не пахнет. Надо отсюда валить. Фантом Ассасин... Ой, Фантом Ланцер, точнее, у нас. Сделает ТП-аут, а Сему Зе Слеера разменяли. Или нет, нет, это Соло. Сему Зе Слеер у нас на Тулске, по-моему, играет. Да, это Соло разменяли. Такая судьба Саппорта. Прилетело много ребят. Кого бить? Бить Саппорта. Керри будет сваливать. Ну, Андайн подостыл немножко в вопросах фарма до этого. Прям вообще чудеса были у Марша. У него было 10 крипов, а у Мейн Керри 5 чудом набиралось. Ну, теперь понятное дело, что Керри начали фармить, а Саппорты начали ничего не делать, стоять терпеть. Зато вот Дарксир, вот команда Вега Сквадрон, на таких весьма уверенных позициях. По крипам 5 место. Ну, здесь, в принципе, вровень идет он с Клопой, вровень идет с Фантом Ассасин, ну и недалеко вырвался Шторм Спирит. И Спаунетворцу сейчас глянем. 5 место для мага. Ну, то же самое, что и по крипстату. 3-2 счет на данный момент, 8 минут сыграно. По голде, MVP Феникс 800, по экспириенсу 600. У Кио уже есть ульта, уже Коб де Грасс вкачан. Вообще, 7-й левел, у Кио почти 8-й, а у Квапы еще 7-го нет. Практически на левел Фантомка опережает своего прямого оппонента. Ну и заметьте, кстати, нестандартный ход от команды VP Феникс. В пике есть Шторм Спирит, но он на Медлайне не стоит, на Медлайне стоит Квапа. В этой Квапе, кстати, иногда и виспы добирались, и тоже хорошенько так натряхивали. Мана регенится, ХП регенится, просто по КД давай даггеры, а даггеры уже больно бьют. Я так понимаю, промакшены, да, так и есть. Даггер промакшен, и если крит в Квапу залетает, то это треть ХП 100%. Квенев, Соло у нас против Дарксира. Ситуация для Шторма, в принципе, приятная. Ребят, на которых висит Айншелл, он разбирает очень быстро через Ремнан, через Оверлод промакшены. Это несложно абсолютно. И вот, пожалуйста, сразу же, сразу же надо избавляться от Айншелла. Квене делает все верно. Да, теряет ХП, да, теряет МП. Ну, в крайнем случае здесь есть Солринг, если надо будет. Да и всего здесь предостаточно. Здесь также есть и Батла. У Шторм Спирита отхилится, отрегенится. Не проблема, в это время, кстати, Дазл там забирает у нас Тулска. Сема Заслеер отправляется в таверну. Квапа у нас проседает по ХП. На Ноуана прыгает Фантом Ассасин. И последний даггер чуть ли критичными стал для Квапы. Ноуану 120 ХП оставят ей. Фантомка очень неприятная. Фантомка с левелом еще более неприятная. Фэби лоу ХПшный, Паша должен бежать за ним, но Вижена нет. Здесь нет маны на Шадоу Вок, совсем немножко осталось. Все, развалили. Фэби счет стал 4-3. И на Пашу вышли. Кио дальше за Пашей. Паша еще под ультой Дазла, которая негативные последствия для него означает. Ну где Колден Брейтс? Да почему же нет? Ну как так-то, а Соло? Что происходит? Нормально, тебе 3 килла осталось сделать здесь. Ну как, просто взяли и разменяли Фантом Лансера? Может, примерно оценили шансы, поняли, что никаких их, никаких шансов не имеется. Но мне кажется, что можно было бы Колден Брейтсом подсейвить своего тиммейта. Там, глядя, Фантом Лансер и на Доппер Гангер уже бы раскошелился. Ну нет, так нет. 4-4 становится счет. По Галде 1500 MVP Феникс. По Экспириенсу тоже 1500 в пользу корейского коллектива. Ну что, время модного приговора. Обсуждаем вещи. Сема Зе Слеер. Бомж, Бутс оф Спид и Просветка. Больше ничего интересного. У Ласта... Ой, у Ласта. У Соло. Та же история. Разве что Рингов Протекшн себе приобрел, чтобы тапки немножечко проапгрейдить. Квин оф Пейн от Ноуана уже с ПТшкой, Нул Талисманом и Батлом. У Мага как дела? У Мага есть Баклер. У него уже готова Хедреска. И осталось чуть менее чем 600 голды на приобретение Мекки. Мека появится, я думаю, минуты через полторы-две. В лесу, если Сейра трогать не буду, должен, в общем-то, свое выформить. Ну и у нас пошел под сейв топ Лайв. Провязали Глиф. Может подойти Виверна. Две ТПшки сразу же сюда. Да, Марша должны ловить. Ноуан на Лоу ХП. Ну, его пытаются подсейвить колны Брейс на Ноуана. Марш, Лоу ХПшный марш в таверну. Тут вообще вся команда Вегаспадрон просела невероятно. Квапу развалили. И проблемы такие же и у Мага. Стенка до сих пор стоит, но стенка вообще неудачная. Фэби Лоу ХП. Фэби в таверну. За Кфени можно дальше гнаться. Кио не знает, куда идти. Идти к стене или не идти. Оставайся здесь, Кио. Никуда ты не денешься. За Кио дальше погоня. Должен бежать Фантом Ланс. Полетел Ланс. Еще и в Кио. Минус 3 от команды Вегаспадрон. Одного потеряли. За Кфени. Маны нет. И Паша просто догонять. Просто наваливать по хребту. Минус Шторм Спирит. Минус 4 в этом файте Вегаспадрон. Чет становится 8-5. Из ничейного счета они вырывают 3 фрага в плюсе. 2000 по голде. Практически 2600 по экспириенсу. Начался карнавал. 1500 по голде проигрывали. Даже 1800. И после этого файта по сути должны выйти в ноль. А может даже и опередить своих оппонентов. Ну и по экспириенсу. Тоже проигрывали. 1800. Теперь 500 в плюсе. Ну это классно. Так можно играть. Так нужно играть. Тоже мне мвп феникс. По мвпшней видели. Я думаю еще и увидим. Кио слился. Кио. Огрклаб есть. В БКБшку собирается данная подруга. Фантом Ассасин у нас пока что будет без демеджа. Полностью на свои скеллы будет рассчитывать. Ну и нестандартная сборка. Согласитесь. Да. Для ПА. Обычно. Фантом Ассасин у нас в ультра демедж какой-то идет. А здесь Фантом Ассасин. Ну такая. Сейвовая. Не сейвовая. Непонятно какая. Боттл. Это ж 700 голды потрачено в никуда. Без демеджа. Сталт Шилд. Тоже непривычный артефакт. Для Фантомки. Ну и Огр Клаб тоже дамаги не дает. Фантом Ассасин пока не вырезает. С другой стороны 16 левел насобирать Фантомки. Там нифига и не надо толком. Криты уже по 200 сейчас вылетают. А дальше просто больше. Дальше по 600 без артефактов. А с артефактами и по 800 и по 1000. Ну. Главное не умирать. Я тут в этом вопросе конечно с КЮА соглашусь. Сейвовая артефакты тем и полезно. Что ты левел получаешь и не фидишь соперника. С не нафиженным соперником драться согласитесь полегче. Ну тамбур развалили. А под тамбур тут и Андайинг. Прилег отдохнуть. Андайинга не будет 24 секунды. Кстати Андайинг третий раз умирает. Третий раз умирает. Два фрага на его щиту. И пошел замес у нас на медлей. Летит уже сюда пашу. Кантом Лайнсера. Недолго совсем осталось до диффузора. Прочекали у Тузка. Снова был второго левела. Можно прикатиться. Главное найти в кого он. Хотя к Фене. Скейповый парень. Свалит куда-нибудь. Фантомка тоже у нас отпрыгнет. Единственный кого он действительно стоит тут подрасковырять. Это Даззл. Ну и Фэбби конечно ходит как у себя дома. Иди сюда Фэбби. Получи. Минус Фэбби. 10-5 становится счет. За наглость. За убитого курьера. За всех вообще. Развалили Фэбби. Причем не первый раз. 0-4 Баунти Хантер. Хотели вот такого агрессивного Баунти Хантера. А получился Баунти Хантер для избиения. И это в общем-то на руку команде Вега Сквадрон. Они уже по голде выигрывают полторы тысячи. И по экспириенсу почти две тысячи для коллектива Вега Сквадрон. Марш получает от Фантом Лансера. И это еще диффузов нет у Пэйла. Осталось совсем чуть-чуть. 200 голды Пэйлу до приобретения Роупа в The Magic. Тут внизу Паша должен их нахабатить. Все будет сейчас как нельзя лучше складываться. С Пэйлом ранно нафармленным играть можно. Там и Фантомку гляди загнобить получится. Да и не дать раскачаться тому же Шторм Спирит. Шторм Спирит у нас не через Бладсом первым артефактом идет. Вы видели, что появилось. Появился Бливен Став. Для Шторма затыкать Квапу скорее всего. Или затыкать Фантом Лансера тоже вещь полезная. Чтобы без всяких там доппельгангеров. Но с другой стороны Шторм Спирит страдать будет от недостатка Маны. От недостатка Маны Регена. Такой на коротке Шторм Спирит. Недолго играет. 2000 чип по голде. 2 госпадроны. И по экспириенции 2,5 тоже в пользу российского коллектива. Под смоком. Знают где находятся их соперники. Можно врываться. Рошан уже почти что добитый. Ну и пошел Паша первым. Жду врыва от Дарксира. Стенка стоит. Айшард стоит. Надступ гниет сама от себя под стенкой. Наорал Аквапа очень плотненько. Фенни лоу хпшный. Пытается отсюда уйти. Развалили в итоге Винтерн Ривьер. Ну и Маны нету. Фенни должны разваливать. Минус 3 от команды Вега Сквадрон. Сюда все подошли. Томпстоун стоит на хайграунде. Пусть стоит Томпстоун на хайграунде. Плевать абсолютно на него. Сколько здесь еще действовать ему? 3 секунды. Можно заходить на Роху и доделать то, что не доделала команда МВП Феникс. Недоеденного Рошана должны добивать. Есть кому это делать. Фантом Лансер вообще у нас на спакухе. Теперь уже и диффуза есть у Пл. Короче говоря, ситуация просто как нельзя лучше складывается для команды Вега Сквадрон. Может правда ЦД такие жесткие были, что Вега с ними не справились. А вот МВП Феникс по зубам. Архоны вообще по зубам. По зубам. Причем, я не знаю, даже не по каким-то задним жевательным, а по передним. Которые в общем-то в основном и не напрягаются. Вега 4.5 по голде. А по экспириенсу 5.5 тоже. Для коллектива Вега Сквадрон должны давить. Должны. Тут деваться некуда. На кону выход в главную часть, которая завтра уже начинается. Тут надо давить и рвать и метать. Пусть там МВП Феникс порадуется за своих товарищей Ход Сикс, а сами просто понаблюдают со стороны. У Веги такой команды второй. От их организации нет на Интернешнале. Поэтому им надо за себя отвечать. А МВП уже в лице команды МВП Ход Сикс у нас представлены на Инте. Я думаю, одной предостаточно. Как далеко Соло зашел? Вардить? Да вардить, что делать? Ну Вард стоит здесь по-прежнему от команды Вега Сквадрон. Так, нормально. Набыковали. Теперь имеют вижены на Т2. И дальше Виверна. Дальше. Куда ты Вард поставил? Вард. Вот он. Вот он Вард. Нарисовали игроки команды МВП Феникс. Где там что стоит? Поняли. Ну и над с ним. Может раздевардить. Вот он вард с Энтри стоит. У нас с собой есть еще один. Увидел. Жалко, конечно. Соло так старался. Ну не все сразу. Тоже, знаете ли, это прям наглость была бы. Фебби тоже пошел девардить. Все. Вижен агрессивный от команды Вега Сквадрон разрушен. Единственный вард вот здесь. Апсерв стоит. Ну Вега не палились, что они знают, где находятся их соперники. По голде 5 с лишним. По экспириенсу тоже. Под шестерку в пользу российского коллектива. И дальше побежали. ПЛ 11 левела. Диффуза есть. Есть бутсов тревел. Есть барабаны. Аэгис. Всего предостаточно. Паша может и сам в принципе врываться. Может байтить на себя. При наличии Виверны. При наличии Колден Брейса. Можно все это делать. Прям полезно даже. Все это делать. А здесь в соло Сема Зе Слейер разваливает Баунти Хан. Все. Начали мстить за этого курьера раннего. Я думаю не отпустят его. Паша полетел фармить вниз. Тауэр забрали. Можно продолжать фарм. Давайте смотреть на Этворс. 9300 для Паши и ближайший его преследователь в составе команды VP Phoenix. Это Фени, у которого 6700. Это мало. Это мало и прям непозволительно мало. Виверны не поняла. Что там такого? Вроде бы есть с кем подраться. А с другой стороны нет смысла драться. Потому что в соло понятное дело, что Шторм Спирит развалил бы Виверну. Ну и дальше нам Т1. По-прежнему Т1 не тронутый внизу. Уже нет Т2 на мидлейне. А внизу по-прежнему стоит Т1. Даггер без крита залетает в Пашу. Фантом Лансер. Дальше на марше. Быстренько разбивает Тамбу. Паша единственный, кто бьет Тамбу. Охпшный Паша. Развалили в итоге у нас Виверну. Нарал Аквапана всех сразу. Минус 2 уже делает команда Вега и теряет сами двух. Потеряли. Кио тоже скорее всего отправляется в таверну. Ну да, Майнкерри, командный МВП. До свидания. Три в два размен. Ну Паша жив. Жив Паша, жив Мак. И Квапу единственная неприятность, которая случилась с Вегой. Потеряли Квин оф Пейн. Ну не критично. За это забрали Тауэр. Я думаю и на второй можно идти. Смело. Как минимум подамажить его. Заставить Кио байбэкнуться. Или хотя бы понервничать. Почему бы и нет. Паша фуловую. Паше есть Аэго. Ее надо разминивать. Половина тавера уже снесена. Давай просто бей этот тавер. Ковыряй, ковыряй, ковыряй. 14 секунд не будет здесь. Фантомки. Без нее непонятно кто вообще может бить. Там бы тоже нет. И об этом знают. Иллюзия отправила Паша. Сам развернулся и ушел. Решили не рисковать. Да и ладно. Рискнете в следующий раз. Все, артефакты, артефактики. Проверяем, что там у кого появилось. Появился Яша уже у Фантом Лансера. Есть Диффюжал Блейд. Драм оф Эндеранс. Боттл и Бус оф Тревел. Мак на Дарк Сире. Блинк Даггер есть. Мека есть. Сол Ринг тоже с игром имеется. У Виверн появляется Сол Ринг. Более-менее полезных артефактов у Тузка. ПТ-шка есть. Есть Урнов Шадлз для Семы. И Мэджик Уонд есть. Еще и полторы тысячи на руках. Я думаю, что в Даггер собирается у нас Сема Зе Слеер. Мы такое уже сегодня наблюдали. У Квапы есть Аганим. Помимо Аганима Талисман, ПТ, Боттл. Ну, копейки, конечно, но приятно. Ну и со стороны команды МВП Феникс. Есть Мека у Марши. Есть Аркан Буцы. Я думаю, что Гвардиан Гриф сразу же будет собирать Марш. У Нации есть Медальонов Кураж. И тысяча голды на руках после обычного Буцовски. Пора бы и прогрейдить. Ну и пошел файт у нас на Мидлей. Феник не хочет даже с Илюзиями сражаться. Феник проблемы с Маной. Проблемы дикие. Тут Лансер уже неприятный абсолютно. Чем его контрить, непонятно. Фантом Лансер. БКБ есть? Есть. ПТ. Боттл. Демоджа кот наплакал. Криты пройдут хорошо. Не пройдут криты. Фантомка печальная. Ну и Ринг оф Хеллс появляется для Фантом Ассасин только сейчас. Собирается в Блейд Фьюри у нас Кио. Такой запоздалый. Еще один Курьер. Мог у нас сейчас бы слиться Марша. Увидел здесь Паша. Через Дефюжиал Блейд. Под стопенем Марша. Марш лоу КПшный. Марш старается выхилиться. Шалл Грейв пошел на него. Но ван под Колден Брейсом. Кио под БКБ. Бейте его с руки. БКБ не БКБ. Какая разница? Ну и все. Файт подальше от стенки. У нас артиле доточился. Кио развалили. Все. Минус мейн керри команды МВП. Нат старается свалить. Никуда ты, Нат. Сюда не свалишь. Шалл Грейв у Натса не проюзан. Дазл отваливается. Потому что Шалл Грейв был потрачен на кого-то другого. Команда Вега Складрон просто выносит вперед ногами МВП Феникс. 19-8 счет. 24-я минута. Десятая секунда. Вега поднимаются на хайграунд и готовы разваливать все, что видят вокруг. Врыв пошел у нас от Феникс. Куда ты, родной? Вернись назад. Нечего вообще здесь стоять. Нечего пугать. Кио нет. Дазла нет. Боятся, во-первых, драться без своего мейн керри. Хоть и дохленького, но все-таки дамажащего. Ну и без Дазла, который подсейвить хоть одного. Но файте мог бы. Ну и все. Появился Дазл у нас. Уже с Дазлом посмелее немножко выглядят. Паша на Аквении. Паша Аэга пропала. Я так понимаю, просто закончилось, потому что, я вижу, не забирали у нас Пашу. За Сема Зе Слеером погоня. Сноубул отправляется у нас Сема Зе Слеер на Кио. Да, на Кио. Ну и Сема здесь остался. Кританул хорошенько. Это Кио. И Нат забирает. А нет, кстати, никто там не критовал. Это, по-моему, через Шадоу Вейв. Дазл забрал или рукой просто. Ну, в любом случае Нат забрал этот фраг. Получил хоть сколько-то денег. Все на варды, все на варды. В итоге, всего этого файта в плюсе, конечно, по голде МВП остались. Это и понятно. Они хорошенько так проигрывали, но потеряли милишный барак. Значит, линия уже будет пушиться. Превосходство команды Веги по экономике должно расти. 12 тысяч по голде и по экспириенсу 8 тысяч тоже в пользу команды Вега Сквадрон. Ну и как там ПА? 1300, точнее, на руках у Кио. Я думаю, что сейчас в дэмэдж пойдет Кио. На ману пока что забьет. Нет, не забьет. Персик приобретает себе Фантом Ассасин. Чуть-чуть дэмэджа добавила. Десяточку. Ну, этого мало. Этого мало. Икс 3,4. Это 3,4 дэмэджа в плюс. Действительно, очень даже мало. 452 вылетают криты у Фантом Ассасин. Для того же Фантом Лансера не так уж и много. ПЛ уже с Манта Стайлом. Ёй, как же больно будет той же ПА, если она вдруг задумается на секундочку. Ну и Паша в соло пошел драться против Кио. Полетело копье в Кио. Кио надо подсейвить. Он прыгает на Натса. А здесь у нас есть пассивка от Фантом Лансера. Фантом Лансер выбрал себе цель получше. Натс, Шалу Грейв потратил уже на себя. Теперь Кио будет попадать. Кио старается сделать у нас тэп-аут. Оба ушли отсюда. И один Фантом Лансер. Столько ужаса навел на команду MVP. На крутого саппорта. На крутого мейнкерри. Ну и здесь Кфени разваливается. Кфени до свидания. 29 счет. Ну и повсеместно, конечно, команда Вега давит на своих оппонентов. MVP Phoenix проигрывает со счетом 29. И по голде 14 тысяч. Вега по экспириенсу 9 тысяч тоже для команды Вега Складрон. Надо давить. Надо. Никуда тут от этого не деться. Гвардиан Грифс так и не появляется у Марша. Потому что за него плотненько взялись. 2-4 счет на данный момент. Квапа. Ой, Квапа. Кио. На Фантом Ассасин. Пока что ничего интереснее, чем БКБ себе не собрал. И Персик. Так, а что это? Что за мужня тут навалилась? Это табор внизу забрали. Вот такое вот теперь... Такое музыкальное сопровождение у Доты, когда что-то важное происходит. На Пашу врыв. Паша через Доппельгангер отсюда уходит. А иллюзии просто наваливает у нас по Кфени. Ой, офигеть. Как неприятно. Кфени Манап заканчивается. Причем заканчивается прям на глазах. Что нам Спирит вынужден отсюда уходить. Уже надо идти под фонтан. Это просто две иллюзии. Фантом Ланцер. Это сам Фантом Ланцер. Еще не узал ни Диффюжал Блейд, чтобы подстопить. Не там плодил эти иллюзии своим присутствием. Жесткач, конечно. Прогрейжены уже Диффуза. Еще неприятнее будет сейчас Шторм Спириту и всей компании MVP. Ну и дефают от несуществующего врага сейчас в свою сторону. Игреки команды ВИП Феникс не понимают, где находится Вега Сквадрон. Они забирают Роху. Прыгает Нован. Нована увидели. У Нована только что был провязан блин. Ну и стяжка офигенная. Кстати, от Мага. Тут даже Айс Шард. И все просто стоят под стеной. Это не комбинация. Это просто полнейший жесткач. Круть прикрутейшая. Айс Шард просто идеальный. Насколько идеальная была стена и стяжка от Мага. Настолько же идеальный был Айс Шард, который не выпустил никого. Там зажали всех. И всем надо было просто стоять под стенкой. И эта Олаф Реплика заставила просто сгнить команду. ВИП Феникс. Красавцы. Вега. Камбу реализовали на 5+. Вайбек от Шторм Спирит. Решил пофайтиться. Ну прилетел, улетел. Отлично. Подрались. Прям странно, кстати. Нормально же общались. Что началось сейчас? Ну, да. Тут Вега, конечно, в этом муве показала... Просто очень доступно каждому. Что за комбинация? К чему это все было? Как там Туск? Совместим у нас с... Совместим с Дарк Сиром. Ну круть, круть. Уходит отсюда Сёма Зе Слеер. Да, не забрали в итоге Барак. Продамажили милишный Барак. Он отрегенится к следующему заходу Вега. Если это только не очень быстро будет. Ну, а будет это точно не очень быстро. Туск улетел далеко-далеко. Фантом Лансер тоже, как я понимаю, полетел фармить. Паша уже, наверное, где-нибудь... Нет, Паша пока нигде. Паша у себя на хайграунде. У Паши 2600 после появления Манта Стайва. Фарми не хочу. Ситуация благоприятная. У Квапы. Ой, да что такое? У меня Кьо, смотрю. У меня Квап всё время представляется. Не Квапы, конечно же, а Фантом Ассасин. Клеймор есть. И сейчас появится Баттл Фьюри. На 31-й минуте. Ну, извините. Я думаю, с Пейлом так просто не справится всем этим. Всё, Музы Слеер. Глеймер Кейп у нас пошёл. Дальше за Кфени погоня. Кфени у нас без маны. Кфени отвалился. Это хорошо, наверное, для Шторм Спирита, что нет пока что Бладстоуна. Дальше ситуация будет только хуже, когда с Бладстоуна начнут пропадать заряды. Ну, это же вообще неприятно. Ну и в это время Паша. Не сплит-пуш, а такая вот... Лёгкая наглость. Вместе с Ноу Ваном Крипы ещё не поднялись, а Паша поднялся. Ну и дальше погоня за Фэби. Фэби в очередной раз отваливается. 0-9-5. С кем вообще здесь играть? 0-9-5 Баунти Хан. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это агрессивную доту решили показать. И какие команды МВП Феникс. Но это, знаете, как агрессивно разогнаться и в тепловоз головой врезаться. Типа я ему сейчас покажу. Ну и 0-9. Тут, конечно, катком переехали Баунти Хантера. 23 тысячи Вега Сквадрон. По золоту, по экспириенсу 15 тысяч. Тоже команда Вега Сквадрон. И всё, что надо, это просто додавить либо третью сторону, либо развалить всех и сразу идти на Т4. По экономике МВП Феникс уже должны проседать. А Фантом Ассасин к моменту появления Баттл Фьюри, к моменту, по идее, начала хорошего фарма остаётся фактически без дорогих крипов ценных. Тут она по 20 копеек будет получать за крипов. Это мало. Вот 23, 20, 23, 20. Но это не 45 копеек. Фантом Ка, в принципе, по экономике Лансера уже никак не догонит. И вообще первые три места за командой Вега Сквадрон. Только потом идёт Кьюо на ПА. Кто бы слышал вообще этот набор несвязанных между собой звуков. Кьюо на ПА. Кьюо игрок командой МВП на ПА Фантом Ассасин. Короче, в любом случае, я думаю, что это похоронка уже для команды МВП Феникс. Для первой игры эскейпов много не вижу. Ну, посмотрим. Готовы пофайтиться. Паша врывается у нас сразу же на Кьюо. Кьюо лоу хпшный Кьюо под шалу грейвом. Пошёл Айшард у нас от Тулска. Ну и лоу хп Кьюо, лоу хп Баунти Хантер. Баунти Хантер в таверну. В таверну отправляется у нас Кваб. Также и Undying возвращается. Файт Фантом Ассасин. Кьюо пытается подраться здесь с Пашей или с кем. Но непонятно с кем. Кьюо здесь, скорее всего, и останется. Под сноуболом. Вкатились в Кьюо. Офигеть. Тимвайп в конце игры. Давай-ка трон падает. Давайте через всю карту. Пуст летит. Пуст разваливается. Сколько времени? 33 минуты 21 секунда. Понадобилось команде MVP Феникс, чтобы слиться. Вега с квадроу оказались сильнее. Ну и смотрю так. Архоны послабее Веги. MVP Феникс тоже в данной игре послабее, чем Вега. 0.10 Баунти Хантер. 0.67 у нас Шторм Спирит. 3.6 Undying. 2.7 Фантом Ассасин. И кто лучше всех? Кто бы вы думали? Это Даззл. 4.3.2. Единственный чувак с позитивным кэдап в составе команды MVP Феникс. На это очень приятно смотреть. Туск 5.2. Все отлично. 12.1 Фантом Лансер. Сырот Мага просто великолепный. 20 ассистов. 5 киллов. 0 смертей. Круто. Единственный, кто на сухую отстоял линию свою. И весь дальнейший файт. Ну что, в принципе. Переходим на студию. По статистике. Что, собственно, сказать. 616 гпм. Для Фантом Лансера прекрасно распрекрасно. Здесь у Фантом Ассасин 407. Ну это не есть хорошо. Если берется Фантомка, которая стоит мидлейн. Она должна немножко пораньше выфармливать у нас все необходимое. В частности, тот же Battle Fury, который дальнейший фарм обещает более-менее вменяемый. По поводу того, что с MVP случилось. Я думаю, что Vega просто раскрылись. В вопросе таланта. Vega оказались более заряжены. Мотивация, видимо, посильнее была. Ну или не будем забывать, что Vega на плюс морали после победы над коллективом Тимархот. Ну что, у нас небольшая пауза. Ну, это пауза просто на моем выпуске в эфире. Пока что ждем следующего матча. Ответного. Это будет кат-кат под номером 2. Напомню еще раз. Игра в формате Best of 3. Собственно, до двух побед. Одна победа у коллектива Vega Squadron уже есть. Осталось просто вторую. И все. И сразу 4 СНГ коллектива будут в основной части International. Надеюсь, так и будет. Все, услышимся через несколько минут. Пока что небольшой перерыв до второй игры. А мы опять возвращаемся в студию. Еще раз напомню, это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Все это при поддержке Team Empire. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться. Небольшой перерыв. И камбатч. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ